Девушки отдыхают Если подарки находятся под елкой, значит сначала упали они, а потом уже елка. Ну как подарки могли проделать такую дыру? Значит сначала упала елка, а потом ничего не понимаю. Мистер, как вас там? Я пришел жаловаться. Ваш номер тоже упала елка? Нет, хуже. В нашем номере очень большая влажность воздуха. И из-за этого я покрылся плесенью. Но не сгонили же. Чего кричать-то? Это возмутительно. Погодите. А вы как-то связаны с этой елкой и подарками? Подарками? Нет. Странно. Вы очень похожи на Деда Мороза. Жаль, я этого не вижу. Чем это я на него похож? У вас есть борода и вы синий. Эээ... Может он прав? Вдруг в нас действительно вселился Дед Мороз? Этого не может быть. Но мы же с тобой как-то соединились. То есть вы абсолютно уверены, что это плесень, а не борода? Ну... да. А я нет. Эх... Пойдемте тогда проверим ваш номер. А-а-а! Что за дьявольская ловушка? Что стряслось? О, и вы здесь. Здравствуйте. А, вон оно как. Он сказал, что этой ночью вы пришли к нему в номер и порвали там всю паутину. Да что он там плетет? Я всю ночь спал. А я не говорил тебе, что иногда луначу. Ты? Так это получается на моем лице паутина, а не плесень. Вы же говорите, что не заходили ночью к господину пауку. Я как выяснилось тут недавно, иногда могу лунатить. Прошу меня извинить. Он прощает вас. Спасибо. И еще. Теперь он будет привязывать вас каждую ночь к кровати. Да, за это тоже спасибо. Так, ладно. Теперь мы точно узнали, что вы не Дед Мороз. Но откуда тогда елка? Вот, это тебе. О, это же Бедидрадулет, спасибо. Откуда ты узнал? У тебя что, рентгеновские очки? Ну конечно, мы же все их носим. Кто из вас, идиотов, телепортировал елку? Что? А откуда вы взяли эту шапку? Не знаю. Аммм... Вот такая история. Ничего глупее я в жизни не слышал. Аммм... Аммм... Субтитры подогнал «Симон»